Лёш, привет! Сейчас я расскажу, как делать правильно свечкона. Сперва я расскажу и покажу на примере на своём, потом разберём твои попытки, что не так или что так. Значит, еду о свече, перебрасываю в бэквинд, далее поймал парус и теперь, чтобы прыгнуть свечкона из бэквинда. Что я делаю? Первое, это приоткрываю парус, видишь, шкотовый угол чуть приподнялся вверх, когда я поймал парус. Далее, когда я приподнял шкотовый угол чуть кверху, я опускаю мачту низко, так низко, что шкотик аж трапеционный идёт по воде. Ветра должно быть много при этом. После этого я начинаю сильнее карвить доску, придавливая носками полностью борт. Карвлю доску против ветра и вес тела держу на передней ноге. Это позволяет всем бортом сильно упереться, врезаться в ветер. Видишь, доска пошла. И как только я понял, что у меня полностью врезалась доска и пошла против ветра, я потом начинаю придавливать вот шкотовый угол задней рукой. Начинаю придавливать и отталкиваться от паруса. При этом, посмотри, моё тело ровно, голова висит над парусом. То есть, я склонённый на парус и сопротивляюсь бэквинду. Таким образом, я продолжаю карвить. Обрати внимание, насколько сильно борт погружен в воду, когда я карвлю доску на ветер. Видишь? То есть, я уже сильно вдавил парус в ветер, но при этом нос ещё не задирается. Это позволяет максимально накопить энергию в парусе, которая выкинет тебя вверх. Теперь вес тела при вот этом вот карвинге, пока мы едем против ветра, остаётся всё равно впереди, на передней ноге. И мачта тоже остаётся против ветра. накапливаем энергию, выдавливаем. И вот здесь вот, когда тебя уже начинает сдавливать, начинаем делать прыжок. Выталкиваем максимально парус вверх. И в конце, последний момент, когда мы хотим прыгнуть, толчок задней ногой. И вот в этот момент ты только оказываешься, видишь, вертикально над задней ногой. А весь вот этот путь до прыжка ты висишь против ветра, висишь головой над парусом, и телом над парусом, над парусом. И в последний момент, вот здесь вот мы только оказались вертикально при толчке. Тогда очень хороший будет прыжок, и ты очень хорошо сможешь вдавить вот здесь вот корму вниз. И тебя выкинет высоко и далеко, как ты видишь. Теперь вернёмся к твоим попыткам. Значит, из трёх я выделил самые две, потому что третья была похожа на первую попытку. Что мы делаем? Едем, свитч, переброс, и видишь парус высоко. Вот ты его опустил, но можно было бы и посильнее опустить. Но доска идёт при этом плоско. То есть вот как только ты перебросил парус, вот здесь вот его обезветриваем, и надо вес держать больше на передней ноге, и вдавливаем доску ребром вниз. Ты этого не делаешь. Соответственно, видишь, ты уже делаешь прыжок, а доска недостаточно врезалась в воду. Поэтому прыжка как такового не получилось. Ты просто проскользил на задней ноге, вот этот вот весь путь, пока держал парус, и потом прыгнуть уже высоты не набрал. Второй прыжок. Смотрим. Перебросил. Парус не то, что ты низко опустил. Ты ещё начал наклоняться в сторону, назад, в сторону ветра и парус. Постарайся при прыжке удержать мачту против ветра смотрящую. Это позволит больше тебе веса удержать на носу, и больше энергии появится, которая толкнёт тебя именно вверх. А сейчас она тебя толкнула больше в сторону, туда, а не туда. Ну, вот здесь вот чуть-чуть лучше прикарвил доску. Но всё равно, мне кажется, веса маловато впереди. Нос очень высоко вверх смотрит. И вот здесь вот не присаживайся так на заднюю ногу, и парус на корму не отклоняй, когда выдавливаешь его. И будет высота тяга. Давай, Лёх, тренируй. До встречи в тёплых странах. Пока.